Сегодня мы будем с вами обсуждать очень деликатную тему, но в то же время очень распространенную – запор. Приветствую вас на своем канале, меня зовут Марина Жигульская, и здесь мы с вами учимся избавляться от диагнозов, состояний и патологий с помощью нутрициологии. Начать я, пожалуй, хочу с того, что каловые массы, безусловно, формируются из того, что мы едим. И поэтому, прежде всего, надо заглянуть в желудочно-кишечный тракт и понять, первое, что мы едим, а второе, как это усваивается, потому что от этого зависит, как это все будет выводиться. Итак, наш желудочно-кишечный тракт усваивает жиры, белки и углеводы. И углеводы у нас преимущественно всасываются во рту, и именно слюнные железы вырабатывают 60% фермента, который называется амилаза, для того, чтобы расщепить углеводы, и они были легки для усвоения в нашем желудочно-кишечном тракте и не бродили в кишечнике. Потому что, если углеводы не расщепляются, вы получаете бродильные процессы в кишечнике, следовательно, воспаление и, следовательно, нарушение перистальтики. Второе, это белки. Белки расщепляются у нас благодаря оптимальной, адекватной выработке соляной кислоты. Дело все в том, что белок это такая большая молекула, вот как клубок прямо, да? И для того, чтобы эта молекула могла всосаться у нас в кишечнике, соляная кислота в желудке расщепляет ее на маленькие-маленькие такие ниточки, которые называются пептиды. И уже дальше ферменты поджелудочной железы растаскивают ее на эти маленькие аминокислоты. Это такие, как бы, знаете, на ниточку одетые бусинки. Так вот, нашему кишечнику нужны вот эти бусинки. Если оптимальной выработки соляной кислоты в желудке нет, белок не будет расщеплен, и, следовательно, будут гнилостные процессы в кишечнике, потому что белок гниет. И третье, это жиры. Жиры должны быть эмульгированы желчью. Что такое эмульгированы? Это большая крупная молекула жира. Ну, вот попробуйте, например, в стакане воды размешать масло подсолнечное. Вы будете мешать сколько угодно, а оно потом опять будет собираться в капли. Но если вы, например, добавите туда каплю лицетина, это все очень хорошо размешается, потому что лицетин эмульгирует эти жиры. То же самое делает наша желчь. Она вот эту большую каплю превращает в пыль просто. И ее могут уже всосать стенки нашего кишечника. Если жиры не усваиваются, то вместе с минералами, которые, безусловно, поступают в наш организм с пищей, жиры образуют мылоподобные соли. И, конечно, это тоже не способствует хорошей перистальтике вашего кишечника. Поэтому первое, с чего надо начинать, это не водный режим и не клетчатка в виде отрубей. Тем более, что магазинные отруби в принципе употреблять нельзя. Они практически все заражены плесенью. И если на стенке кишечника есть воспаление, то отруби будут царапать стенку кишечника и еще сильнее усиливать воспаление. Как работает ваш желудочный кишечный тракт и как он может усваивать, ну, как минимум, жиры, белки и углеводы? А как максимум, витамины и минералы, которые вы должны усвоить из пищи. Плюс ко всему надо знать, что когда мы, например, пытаемся бороться с запором, и для этого мы берем клетчатку, потому что нам же говорят, что клетчатка очень полезна. Это действительно так, потому что клетчатка будет формировать каловые массы и плюс кормить ваши хорошие полезные бактерии в кишечнике. Но вот предположим, что у вас есть воспаление в кишечнике. Это, знаете, когда вы обжигаете руку, например, да, вы не то что там почесать ее не можете, вам дуть на нее больно. Вот то же самое происходит на кишечной стенке. И когда кишечник уже воспален из-за того, что у вас плохо усваиваются жиры, белки и углеводы, из-за того, что у вас преобладают сахара в рационе, из-за того, что, ну, то есть вы стрессуете, из-за того, что вы мало двигаетесь, не досыпаете, много факторов на самом деле. Вот тогда у вас воспаление в кишечной стенке, и вы еще добавляете туда клетчатку и надеетесь с ее помощью решить проблему запоров. Не работает так. Что еще важно знать? Важно знать, что запор это не тогда, когда вы не можете сходить в туалет по три дня. Запор это когда у вас нет ежедневного стула, либо когда вы, например, для того, чтобы сходить в туалет по-большому, вам нужно тужиться. Это уже запор. Акдификации должен происходить плавно, быстро и с ощущением полного опорожнения кишечника. Для того, чтобы понять, что происходит в вашем желудочно-кишечном тракте, можно посмотреть на брестольскую шкалу КАЛА. Есть такая, которая по форме, консистенции, цвету уже поможет вам определить, что не так с вашим желудочно-кишечным трактом. Либо, например, сдать очень дешевый информативный анализ КО-программа, в котором вы можете, например, увидеть излишние мышечные волокна. И это будет говорить о том, что у вас не все в порядке с кислотностью желудка, следовательно, не усваивается белок. Либо вы видите, например, там мылоподобные соли, и вы понимаете, что у вас не оптимально работает поджелудочная железа, следовательно, не усваиваются жиры. Это же самое относится и к желчному пузырю. В анализе КАЛА в КО-программе вы также можете увидеть, например, повышенные лейкоциты. Это будет говорить о том, что у вас уже есть воспаление в кишечнике. И, конечно же, тогда советы из интернета попить больше воды, начать там употреблять больше клетчатки в вашем случае не сработают. Но есть несколько рекомендаций, которые все-таки возможно применять для того, чтобы помочь себе улучшить акт дефекации. И прежде всего это, конечно же, магний. Либо минеральные воды с содержанием магния. Самая доступная для нас это вода Донат. Можно ее подогреть, желательно выпустить газы. Либо, например, если проблема запоров уже стойкая, то это вода, которая называется Заючецко-Горько. Ее можно смешивать с еще одной водой Белинско-Киселка, потому что они очень горькие. И вместе в 50 на 50 их смешивать. Начинать надо буквально там с 25 мл. Вместе они усиливают действие друг друга. Но надо понимать, что, во-первых, минеральные воды это курс 21 день, а во-вторых, они не лечат ваши запоры. Они просто ситуационно помогают вам не держать это в себе по несколько дней. Но с причиной запоров все равно предстоит разбираться. Еще один вариант, это, например, киви, которые вы употреблять можете вместе со шкуркой. Конечно же, водный режим. Потому что каловым массам надо из чего-то формироваться. А вот вместо клетчатки я бы рекомендовала вам все-таки овощи сырые и зелень. Она все-таки более нежно действует на кишечную стенку. Плюс в овощах и фруктах содержатся еще биофлавоноиды, которые будут снижать распаление, даже если оно есть. Биофлавоноиды это вещества, которые дают окраску фруктам и овощам. Поэтому желательно, чтобы в рационе было минимум 5 цветов овощей и фруктов. Желательно овощей больше, конечно, чем фруктов. Потому что фрукты должны быть, во-первых, не больше, чем 2 штуки в рационе за день. А во-вторых, фрукты сильно переоценены по количеству витаминов. Там все-таки больше фруктозы и гораздо меньше витаминов, чем в овощах. Если запоры с вами уже долго, на протяжении нескольких лет, то, конечно, это может привести к очень негативным последствиям. Я не говорю сейчас про здоровье кишечника. Я не говорю сейчас про онкологические состояния кишечника. Но даже по гормональной системе, например, мы можем получить серьезный откат. Дело все в том, что в каловых массах выводятся, например, наши отработанные гормоны. Когда наш эстроген сделал свое дело, то печень прицепляет к нему глюкороновую кислоту, для того, чтобы быть выведенным из организма. И вот когда в кишечнике застаиваются все эти каловые массы, желчные не работают как следует, то наш эстроген, уже отработанный, он всасывается обратно в кровоток. Вы получаете эстрогендоминирование. А симптомы эстрогендоминирования – это поликистозные яичники, это миомы, это эндометриоз, это кисты, ну и так далее. То есть мало хорошего, мало приятного. Оказалось бы, всего лишь запоры. Естественно, когда у вас есть запоры, у вас есть интоксикация организма. А это нагрузка вообще на все органы и системы. И прежде всего это нейровоспаление. Это когда вот у человека начинается шум в ушах, у него начинаются головокружения, у него начинаются головные боли. А вот это все пытаются лечить, ну когда лечат голову, например, да, пытаются там гипоксия надать, пытаются там что-то. На самом деле это просто нарушение детоксикации. И справляться надо, конечно, с запорами прежде всего. Потому что это будет отравлять весь ваш организм. Еще один рецепт, это разбудить свой желчный пузырь, потому что именно желчный пузырь обеспечивает нам бесперебойную перистальтику кишечника. Именно желчь, наша родная, синтезированная печенью и выделенная желчным пузырем, является самым лучшим слабительным. Так вот, если с утра натощак вы, например, выпиваете кофе, только натуральный, нерастворимый, и добавляете в него, например, кокосовое молоко или кокосовое масло, ну, то есть какой-то жир. Можно даже масло ГХИ добавить или сливочного. Ну, просто в кокосовом масле плюсом еще содержатся противовоспалительные компоненты. Таким образом вы стимулируете свой желчный отток, потому что кофе с чем-то жирным стимулирует желчный отток. И таким образом вы приходите к тому, что все-таки стул становится ежедневным. Ну, конечно, при устранении причин, которые есть у вас в желудочно-кишечном тракте. Ну и здесь я могу сказать про кофе точно так же, как про любой другой продукт. У любого продукта есть плюсы и минусы. И это зависит от возможностей вашего организма. И, конечно, важно помнить, что если запоры с вами уже какое-то длительное время, то вы не победите их за неделю. Для этого надо набраться терпения, очень внимательно прислушиваться к своему организму, и, безусловно, знать, как функционирует конкретно ваш организм. Для того, чтобы выработать стратегию, которая будет подходить именно вам. В моей практике есть клиенты, которые все перепробовали, а потом раз и один какой-то рецепт, одно какое-то действие запустило весь процесс. Это не значит, что вот это действие сработало, а все остальное нет. Это значит, что постепенно накопительный эффект был, и организм восстанавливался, восстанавливался, но, тем не менее, у каждого все равно какой-то свой рецепт есть. Я понимаю, что тема эта очень интимная, но, тем не менее, есть некоторые из вас, которые нашли свой рецепт избавления от этого недуга. Я буду очень признательна вам, если вы поделитесь в комментариях, что помогло конкретно вам. И, пожалуй, эту деликатную проблему, которая сопровождает многих годами, точно не стоит обесценивать. Обязательно надо прислушиваться к своему организму, и обязательно делать так, чтобы с этой проблемой распрощаться навсегда. А для того, чтобы понимать, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, и что конкретно надо для того, чтобы он работал хорошо, в описании к этому видео мы оставили ссылочку на Telegram-бот, в котором вы найдете три бесплатных урока, с которых вполне можно начать путешествие к своему здоровью. И чтобы я знала, что это видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк. И, конечно, не забудьте подписаться. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурсов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok